итак всем привет начинаю видео обзор портфолио участников марафона как и обещала у меня произошел такой небольшой провал я записала с новым микрофоном видео но я неправильно его воткнула его не в короче не через аудиокарточку выносную а во вход наушников компа и короче сейчас я записываю звук отдельно надеюсь помнить все что я наговорила вот первый участник марафона ну не первый участник марафона первое портфолио которое мы будем разбирать анна лукина надеюсь сейчас буду попадать в то что говорила до этого этот участник выбрал нишу с транспортом акварельные грузовики очень классные в принципе вообще супер мне нравится и понятно куда это можно применить и такие разнообразные и наборы и паттерны и отдельные какие-то грузовики и даже на фоне в общем я одобряю и насколько мы знаем что он очень хорошо они начали продаваться то есть ниша нашлась прям вообще в точку здесь паттерны мы видим я бы может быть их сделала поразнообразнее но вот в данном паттерне мне кажется грузовики спорят как-то между собой их них не хватает места какого-то свободного между ними что у нас тут еще есть какие-то детские такие иллюстрации от рыбы видно что это семилляры да вот к этой иллюстрации в принципе почему нет детские какие-то паттерны я вижу их на каких-то детских футболках и постельном белье чем-то таком грузовики так нет грузовики да вообще я в них влюбилась очень хороши такие иллюстрации не очень понятно куда можно применить но принципе на какие-то может быть книжные или что-то такое ну то есть таки это все-таки незаконченные работы в большинстве своем а какие-то элементы дизайна нужно об этом не забывать смотрим дальше так 444 картинки в портфолио дальше идут грузовики очень сложно попадать отдельно записываю на готовые видео звук классные так как я работаю с истоками и со стороны покупателей со стороны человека который продает на стопах сейчас мне как раз нужно будет делать там дизайн календарей для одной транспортной компании и вполне я думаю что я могу стать вашим клиентом и у вас думаю что куплю пару грузовиков для календарей тоже что-то интересное так смотрим дальше паттерны и всякие милые зверюшки рожные летние принципе уже можно загружать помфоны и фотофоны камушки вообще вечная тема так цветочки цветочки возможно сделанные по нашему уроку семилляры имею ввиду так вот у блинчиков этих панкейков тоже достаточно такие правильные семилляры разнообразные интересно на них смотреть фаны всегда классно них я не знаю не очень много можно ничего сказать паттерны детские всякие штуки в принципе понятно да какие несколько ниш выбрал этот автор почему нет мне в принципе кажется что это достаточно успешно будет портфолио так вот это мороженое я бы на вашем месте оформила под размер открыток то есть принципе это может быть открытка но у вас она сейчас вытянутая не под стандартным когда размер открыток нужно об этом тоже подумать куда это будет применять рамочки пасха вполне вспомнить что я говорила до этого когда записывала звук который не записался так сердечки мы вырезали в одном из наших уроков если кто еще не видел можете тоже посмотреть и там я принципе пошагово показываю как это сделать так следующий автор вот здесь какая будет сейчас тема космоса до в основном в начале но я бы посоветовала не загружать все это сразу за один раз то есть если вы нарисовали например там 40 работ но разделить их хотя бы на месяц хотя бы лучше больше конечно не загружайте там не знаю по 10 работ из серии в неделю так намного больше вероятности что их найдут купят что они не потеряются и так далее фаны очень миленькие простенькие но милые и я думаю что их будут вполне покупать тоже для какого-нибудь детского постельного белья или еще чего-то такие прям нежные хорошие ненавязчивый такой принт есть такая космическая тема здесь везде практически вот вот эти вот фаны дальше идут так сейчас что я говорила непонятно так ведь фаны мне почему-то даже напоминают такой какой-то animal print который сейчас в моде хотя это не animal print вроде вот эти даже арбузные какие-то ну в общем такие интересные достаточно вот по поводу вот этих штук они выглядят странное первое что мне пришел в голову когда я увидела вот эту картинку это то что это вопрос задумано так или автор просто сохранил в каком-то странном цвете случайно ну вот мне кажется что других покупателей потенциальных тоже будет возникать такой вопрос и это немного мне кажется отталкивает с какой-то замыленная ну как бы это не значит что нельзя делать там какие-то нежные иллюстрации на конкретное это выглядит достаточно замыленный какой-то но непонятный вообще возникают какие-то вопросы дополнительные вопросов возникать не должно покупателей опять же продолжение космической темы вообще очень классно в принципе мне кажется тоже да автор выбрал такую какую-то нишу он пробует по крайней мере в ней себя интересно как будет продавать пишите потом в чатик фами опять же из них тоже да можно будет потом повырезать но если у вас космическая тема то как раз можно звездочки повырезать если вам нравится космос если вы этого хотите выбрать как одну из возможно ниш леттеринг какой-то принципе вот ринге я не особо разбираюсь но зато могу из-за этого посмотреть на это как просто обычный покупатель и мне нравится я купила если бы было некуда применить новый год вот уже на самом деле можно загружать новый год я у меня уже его скачивают я уже гружу по несколько недель подряд но у меня скачет пока что на прошлогодние картинки то есть когда мне начали скачивать и вот сейчас новый год до этого апреля или когда-то и я уже поняла что пора пора загружать новые новогодние картинки и там хотя бы не знаю по несколько картинок новогодних неделя уже вполне можно грузить ну и продолжать в ходе самого нового года это делать так хэллоуин опять же вопрос зачем грузить целую серию одновременно за один раз ее лучше разбить вот это касается хэллоуина тоже разбить на несколько загрузок через к с какой-то периодичностью чем-то чередуя летние штуки тоже классный в принципе тоже вполне такой неплохой потенциал в портфолио но я бы еще хотя бы какую-нибудь нишу попробовала помимо вот космоса да и латеринга но тут со мной бенуфа мне они тоже всех но еще бы я бы что-нибудь добавила наверное вот ну просто даже в тестовом ключе не помню что я говорил в общем вообще я первый раз когда записывал звук ставила оценки автором и так сказать вот и первого портфолио да я поставила пятерку потому что там хороший выбор ниши хорошее исполнение второе портфолио я поставила 4 с плюсом потому что я бы добавила еще каких-нибудь тем и и и и и и и и и разбивала бы загрузки больше бы задумывалась над логикой вот самих загрузок не только на это рисование и вот третье портфолио сейчас посмотрим очень приятные цвета пасхальных картинок можно до сделать еще какие-то наборы паттерны и так далее ну вот набор уже в принципе тоже можно сразу скачать добавить тексты и все для ленивых фаны конечно же у всех вот эти вот если честно мне показали странными вот это вот серия фанов я не очень поняла что это но нет какие-то похожи там на землю или планеты но мне кажется они как-то то ли крупноватым не знамя как какой-то вопрос в общем возникает у меня по поводу них может композиция крупновато не понимаю ну в общем подумайте над этим нет я есть классные а есть немного непонятные то есть вроде не полный фона вроде не такой кусок чтобы можно было куда-то куда-то засунуть так и вот этому автору я поставила по моему 4 или даже три с плюсом потому что тут совершенно вообще непонятно какая ниша фаны да но они у всех и на них фонах далеко не выехать вот например у вас какие-то там иллюстрации такие типа женские не знаю как это назвать beauty fashion вот и ну возможно не знаю если вам это нравится вы можете попробовать в этой нише прессовать и не знаю но точно нужно что-то выбрать а не прям вот непонятно вроде обо всем а вроде ни о чем то есть вот праздники и фаны но принципе это есть у всех то есть ну вряд ли можно добиться какой-то там супер прибыли да если мы говорим о деньгах сейчас и в общем по-любому нужно что-то еще потому что и в праздниках и фанах очень большая конкуренция и если вы не выберете себе какую-то более там узкую нишу ну конечно с опытом то есть не можно ни одну сначала до несколько и потом уже анализировать что лучше продается какие ниши там предположим выберите 4 из четырех но рисуйте на 4 разные там темы потом из них там вот вы увидели что 2 намного там лучше предположим продаются оставляйте 2 потом уже анализируйте что внутри каждый из этих двух ниш лучше продается какой вид вообще иллюстрации ну то есть может быть это будет там быть какой-то не что не знаю паттерны а может быть это будет там ну в общем понятно объясню что имела в виду в общем подписывайтесь на канал ставьте лайки следите за обновлениями в инстаграме потому что у нас скоро будет новый марафон мы очень довольны остались как тем как прошел первый марафон и на самом деле даже думали что будет хуже когда начинали его делать но в итоге ой столько положительных отзывов и у всех практически участников пошли продажи у кого-то даже очень хорошо уже пошли продажи ну для я имею ввиду очень хорошо для первого времени поэтому да следите за обновлениями в инстаграме внизу под видео оставлю ссылочки на портфолио и на все информационные наши ресурсы так сказать до новых встреч а